Всем привет дорогие друзья, с вами Amway921, сегодня речь пойдет про немецкий средний танк 8 уровня Пантера 2. Очень давно я хотел сделать по нему видео, но я думал, просто я наверное его еще не понял и нужно еще немножко боев. Так я думал уже на протяжении большущего количества боев и сейчас я могу сказать, что я абсолютно понял, что в нем нет ничего такого, что нужно понимать. Танчик довольно странный и если вы являетесь глубоким фанатом Пантеры 2, то возможно наши точки зрения просто не совпадают. Но дело все в том, что если его сравнивать с одноклассниками, то он ни в чем ярко не превосходит своих одноклассников. Даже предыдущая машинка Пантера обычная, она была очень интересна, потому что у нее была такая пушка, удочка. Длинная-длинная, она и здесь вот есть. Называется она, называется она, вот она, КВК-45Л-100. Такая мелкокалиберная по сравнению с топовой. Стреляет она очень часто, с такими капелюшками по 135 отнимает, но пробитие 198. И в принципе можно наверное и на эту Пантеру ее поставить, но мне хотелось ездить с уникальной пушкой, именно характерной для этого танка. И она сводится дольше всех среди СТ-шек 8 уровня. Спрашивается, какого художника она сводится дольше всех, ведь это, черт подери, немецкий средний танк. У них в пушке должно быть самой сильной стороной. Точной должно быть, все. Но у нее и точность не самая высокая. 0.34 конечно не самая косая пушка, но например у британца пушка 0.32 точность гораздо выше. По сведению, уж казалось бы, эта пушка самая плохая вообще, если не считать у Т-44, там эту безумную мужскую пушку. 2.9. Очень долго. О чем вы говорите? 2.9 сведения. Другое дело, что может быть с этим всем сведением, само сведение начинается из маленького круга, это как бы хорошо, но все равно стрелять на длинные дистанции, для чего по идее это и создавался, наверное, как в этой игре и считается, Пантера 2, стрелять крайне некомфортно. Пробитие 203 это хорошо у топовой пушки, но это тоже не предел, а есть танки, у которых гораздо выше пробития. И альфа 240 тоже не есть самый большой показатель. То есть это и неплохо, и нехорошо, это где-то между всеми. Скорострелить 7.79 выстрелов в минуту, тоже как-то в этом всем не особо-то и теряется. То есть, ну, в этой пушке нет какого-то чего-то яркого, плюс опускается она очень плохо, на 6 градусов всего. Это, конечно, характерно для немцев, но не характерно для того, чтобы мне это нравилось. И мне это не нравится, и поэтому, ладно бы, в чем-то остальном она была бы. Но вот у нее заявлено, что самые высокие параметры у нее в плане динамики, это высокая максималка 55 и 18 мощность. Ну, то есть, как бы, динамика, мощность на тонну. Лошадиная сила на тонну 18. Вроде бы, должно это как-то что-то скрасить, конечно. Но, с другой стороны, если нам есть скорость, то куда ее, в эту скорость-то, в какие моменты использовать? Кидает нас в бои 8 и 9, 10 уровней. В такие моменты особо скоростью ты и не поделишься ни с кем. Потому что, ну, куда ехать-то? Куда не поедешь, везде прилетит. Потому что брони у нас почти нет. Она, конечно, есть, как бы. Вот, считается, что 100 мм верхний бронелист. Это действительно так. Ослабленная зона, где-то, миллиметров 60 пулемет. Но, в остальном, это 100 под хорошим наклоном. Но, попадая в такие уровни, где пробитие 200, в среднем, там, у пушек, 8, 9, 10, то это, считайте, нет брони. То же самое в башне. У нее броня в башне 120, но наклона теперь опять нет. И маска тоже 120. Плюс ко всему, самая яркая сторона пантеры проявляется, оказывается, вот в чем. Я, похоже, это понял. Это целый критосборник, которого я только встречал. У нее все находится везде. Люди, модули, и причем все важные, по всей пантере размазаны таким ровным слоем, что куда не попадет снаряд, что-нибудь да где-нибудь кританется. Вот я вам расскажу. Двигатель с баками находится в задней третьей пантеры. Плюс вот здесь находится огромная трансмиссия. Вот такая вот она здесь. Плюс БК по борту. Раз. Тут еще какие-то под башней в четыре угла стоят еще какие-то снаряды. Снаряды. Вокруг бы снаряды распиханы, как будто во все свободные места. Как будто какой-то индивидуальный предприниматель на маленькой машине купил товар и во все щели его засунул. То же самое, тут снаряды везде торчат, отовсюду. Куда бы вам не угодило, что-нибудь докрытанется. От артиллерии, как страдает наша пантера, бог ты мой. Не раз и не два ваншотили ее какие-нибудь топовые арты. Просто потому, что она вот такая квадратная вся и небольшая у нее броня с бортов да с кормы. Ну, короче говоря, возможно, для кого-то это, ну, мои слова, это не то, что вы хотели бы услышать. Возможно, вы думали, что я скажу, ой, какой классный танк, точная пушка. Ну, это не все, понимаете, что нужно. И именно это в пантере мне непонятно. То есть ее любить не за что. Танк какой-то неяркий. Нет у него фишки. Как у каких-то других СТ-шек на том же восьмом уровне. Например, у Т-44 есть прекрасная пушка. Это с 390 альфой и наклонная броня. А, ну-ка, я вот открою для вас все СТ-шки. Вот же Т-44. То есть, ну, тут что-то башня. Хотя можно ей танкануть что-нибудь, вдруг даже не пробьется. Если говорить про, где он, про Т-69. Ну, тут барабан, тут голдовое пробитие просто чумовое. Если про першинг, про обычный говорить. Ну, вот представим, что это першинг. То он тоже прикольный. Пушка пускается вниз. Он такой верткий. От башни можно что-нибудь даже сыграть. То пантера, как бы, ее все считают, по идее, ПТ-шкой. Но со стороны орудия у нее как-то где-то, мне кажется, все-таки. Это и не ПТ-шка, и не СТ-шка, и непонятно, ШТ-шка. Вот так вот. Такое вот у меня по ней странное мнение. Поэтому я имею право, что мне какие-то танки не нравятся. И это вот один из них. Потом, что все-таки ставить, раз уж говорить. Ну, конечно, на сведение нам нужно поставить максимум. Обзор нам не нужен, потому что все равно впереди планеты всей мы ездить не собираемся, поскольку танк малобронированный. И крайне большой, и кретосборник. Приводнаводки, стабилизатор и досылатель. Вот джентльменский набор. Экипаж качаем в ремонт лампочку. Вот у меня здесь прям музыкальный экипаж подобрался. Ну, да не важно. И из всего остального тоже выбираем стандартное. Горит наша пантера часто. Хритуют ее все часто. И если бы можно поставить туда три аптечки, три огнетушителя, три ремкомплекта, то я бы черт поделить их поставил. Потому что они лишними для пантеры 2 не бывают. Но вроде как бы все рассказал, что хотел. Все позитивное сказал, что хотел. И в бою давайте мы посмотрим интересное и необычное применение для нашей пантеры. Бой на карте Химмельсдорф. И это будет довольно странный и нетипичный бой для пантеры. Потому что все-таки вся ее сущность нам диктует стиль ПТ. Это какое-то стоялого. Это работа по чужому засвету. Но когда работаешь по чужому засвету, то половина опыта улетает тому, кто светит. И поэтому мне этот стиль как-то приелся. Плюс бой восьмого уровня. И нет арты на Химмельсдорфе-то. Как здорово. И я решаю, что здесь нужно просто поразвлекаться. Ну и бой получился довольно необычным для пантеры. И хотя бы зрелищным. И надеюсь он вам понравится. Здесь начинается все с того, что две ЛТшки прорвались по ЖД. И я вот еду их встречать. 13-75 едет на меня, вижу по карте. И хочу прямо подловить его. Еду, еду, еду. Но как-то... Блин. Промазал. Хотел еще тараном его долбануть. Но не получилось. Сто попал красиво. И добиваю. То есть в этом бою сейчас я продемонстрирую, как все-таки нужно действовать на пантере. Потому что беречь ХП это все понятно. Мы это все с вами знаем. Но беречь себя от урона, чтобы по модулям не проходили повреждения. Это что-то новенькое. Именно это стиль пантеры. Сейчас я рвусь вперед. Вижу, что в ИС-6 кто-то попал по тормозам. Понимаю, что я лучше хвостиком пристроюсь. И еду гуськом. Мы тут ползем вместе с ИС-6. Он будет моим щитом, а я буду его копьем. И вот мы тут двигаемся. Не спеша навстречу приключениям, которые нас ждут. Приключение называется Hellcat. Шестого уровня противник. Суровый зверь. Но не настолько суровый, чтобы... ИС-6 что-то заворачивать зачем-то. Но я тоже заворачиваю. Мы тут аккуратненько прикрываемся. ИС-6. Хочу убить И-21. Что-то 3 хп привез кому-то. Непонятно кому и ждет. Но здесь я решаю, чем заняться дальше. Смотрю налево-направо, прикидываю обстановку. И тут мне откуда-то с горы, что ли, прилетело на 233. Мне здесь не рады. Необходимо покидать срочное расположение. И я стремлюсь это поскорее сделать. Что-то тут, когда откуда-то стреляют, это все добром не заканчивается. Слава богу, крит не словил. И сейчас я вот вижу еще небольшую проблему. Проблема называется Т-28 портатайп, который подъехал сейчас на улицу. Я вот смотрю, что КВ-5 наш рвется мне помочь. Он теперь будет моим щитом. А я его копьем... Ах, попал в портатайп. Ну вот арты нету. Я ремку не использую, чтобы гуслю чинить. И это вам, ребята, такой типичный пантеровский прием. Лучше постоять на гусле, пока его экипаж ваш починит. Нежели чем тратить ремку, когда вам кританут быка или орудие, или двигатель. Вот тогда она вам пригодится гораздо больше, чем к чинить гуслю. Поэтому к этому надо как-то привыкнуть. С Хелкетом мы тут сражаемся. Сурово. КВ-5 пока танкует прототипа. Я, честно говоря, не знаю, что он танкует прототипа. Мог бы подождать вполне, пока мы бы вдвоем Хелкета разобрали с ним. Ну и кого-то он там... Ой, как-то реплей взглючил. Хелкет тут выезжал. Нормально выезжал. Получилось как-то по-читерски. Вот, здесь его убиваем. И смотрите что. Прикрываемся щитом. Щит получает урон. Я проезжаю дальше. Протата... Протата... Тротата... Отстреливаю его сходу там куда-то попадаю. И теперь время со львом разбираться. Лев какой-то, кстати, попался странный. Простоял тут, спрятался от кого-то непонятно. И я начинаю его танковать бортом. Поджигаю льва, попадая ему прямо в его трансмиссию. И он отлично горит. Освещая, озаряя нам всем путь. Ну, полный пожар прошел. Лев, наверное, фармит и совсем экономит на всем. Даже андитушитель не использует для своей игры. Ну и вот он даже без урона его развел. Хотя на пантере это довольно нечасто увидишь. Но это все. Только противник такой попался. Ну и что? Пять фрагов. Сейчас идет такая новогодняя тема. Когда войны получаешь. И полторы тысячи опыта дают сверху. И очень хочется. Стремлюсь, собственно. Потому что на горе остались все противники. Наши все, берунги. Уже летят на базу. Хотя, что им стоит? Дом построить. Но, однако, вот хочу все-таки кого-нибудь добить. Вон, вижу, першинг с краю там стоит. И иск к нему поднялся. И думаю, и мне там хватит на укус. И стремлюсь. Разгоняюсь. Потом, после пантеры второй идет танк Е50. Танк с хорошей массой и хорошей скоростью. И мастер тарана ему очень даже не помешает. И этому танку у экипажа у меня уже там прокачался мастер таран. И вот я пытаюсь перша встретить своим тараном. 400 снимает он. 300 мне. И не удается мне, черт подери, с шестого фрага получить. Ну да ладно. Главное, что бой получился довольно интересным, как я и вам и говорил. И нетипичным для пантеры. Это был стиль СТ. Но что мы вывезли с этого стиля СТ? Еле живы. Хотя бой все лишь восьмого уровня. И разбирались-то мы тоже не поймем с кем. С какими-то... Не самыми. Но, тем не менее, на пантере больше выжить довольно сложно. Танк очень необычный. В том плане, что он какой-то не до СТ, не до ПТ, не до танк. И по общим ощущениям, если какой-то вывод по нему делать, то я от него не очень-то хорошего мнения. И он задержится у меня в ангаре ровно до такого момента, когда Е50 будет исследован. А это даже, возможно, произойдет за свободный опыт, потому что нет моей мочи больше терпеть эту машинку серого цвета. Серую пантерку. Ну, если ваше мнение, отличаясь от моего, обязательно ставьте коммент. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. До новых встреч. Перед вами сейчас итоги будут этого боя. Все статистики. Можете его посмотреть, полюбопытствовать. Ну и всем пока. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было вам полезным. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok